Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Но вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Для начала хотел бы поздравить всех с прошедшими праздниками осенними. Мы прошли очередной цикл, очередной виток жизни. Мы прочли в очередной раз всю Тору. И, собственно, последние праздники – это Суккот, Шмини Ацерет, Симхат Тара. Последний – это праздник дарования Торы. И, собственно говоря, когда заканчивается цикл осенних праздников, мы завершаем очередной цикл чтения Торы, Пятикнижия Моисеева. И сегодня мы начинаем, точнее, на этой неделе мы начинаем ее читать сначала. Все циклично. Причем интересно, что нынешняя недельная глава также показывает определенную цикличность, которую Всевышний заложил в устройство нашей Вселенной. Это семь дней творения. И, как это ни странно, во всем мире люди, даже не верующие, живут по семидневному циклу. Календари могут немножко отличаться, там лунный, солнечный, но вот этот семидневный цикл почему-то признан во всем мире. Это интересно. Причем еще один интересный момент, связанный со временем. Я когда-то узнал, что еврейская мысль, еврейский ум время воспринимает немножечко не так, как мы. Вот мы, когда говорим о времени, да, мы говорим о том, что время летит, время бежит, дни проходят, да. Ну, то есть мы стоим на месте, а время движется вокруг нас. То есть мы являемся центром, а все крутится вокруг нас. Я вам скажу, это языческий взгляд, потому что в еврейском понимании время, оно статично, а мы идем во времени, и мы переходим изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. Эту цикличность установил Бог. Интересно, что мы вроде бы как бы идем по кругу, потому что через семь дней опять будет шаббат, через год будет тоже Новый год, через столетие будет очередное столетие. Понимаете, мы как, вот наверняка многие смотрели фильм «День сурка». Мы каждое утро просыпаемся, и почему-то за окном утро. Понимаете, есть общие моменты. Утром просыпаемся, за окном утро. День начинается так же, как начинается предыдущий день. Есть, конечно, отличия. Так вот, еврейский взгляд на время, он примерно такой. Значит, время – это как некоторая галерея, состоящая из комнаты. Тут как поезд и вагоны. Вот мы можем войти в последние вагоны, через все вагоны пройти к первому. Но тут такое, ну, одно небольшое отличие, что поскольку время циклично, когда мы достигаем, скажем так, вот если зашли в первый вагон, дошли до последнего, и с последнего мы опять переходим в первый. Ну, понимаете, о чем я говорю? Причем интересен такой момент, что, ну, вот если сегодня, например, 6 октября, через год тоже будет 6 октября, но если в этом году 6 октября – это шаббат, в следующем году 6 октября – это будет пятница, по-моему. Ой, понедельник. Ну, короче, смещение идет, понимаете? То есть есть повторяемости, а есть и отличия. Так вот, еврейская мысль показывает нам время, как вот галереи. Каждый день – это новая комната. И вот я, например, вхожу, ну, вот в нашей культуре первый день – это понедельник, да? В западной культуре – это воскресенье. Ну, вот я вхожу, скажем, в первый рабочий день недели, вхожу в комнату, и в этой комнате Бог приготовил для меня все, что мне нужно на сегодняшний день. Хлеб на сей день, то есть какое-то пропитание, оборудование, на котором я зарабатываю деньги, Библия приготовлена для того, чтобы получить очередную порцию духовного хлеба, клиенты, с которыми мне необходимо встретиться, люди, с которыми пообщаться. То есть вот в этом дне все то, что будет в этом дне, вот в этой комнате. В следующую комнату я зайду. Тоже день, тоже начинается с утра. Такие же окна, такие же двери, все, но там наполнение другое. Есть особенные комнаты, ну, их можно назвать как бы царскими комнатами, так условно. Это праздники Господни, где Бог приготовил для нас некие особенные вещи, особенные дары и благословения. Скажем, на Песах это маца, это бокал с вином, воспоминания о смерти Господа. Там, например, на праздник Вознесения Первого Снопа, это воспоминания о воскрешении еще. То есть шаббат, это какие-то новые интересные откровения, из прочитанной недельной главы. То есть эти дни, эти комнаты, они отличаются особенным наполнением, в отличие от будничных комнат. То есть в праздничной, в царской комнате нету моих инструментов, нету моего оборудования, нету моих клиентов. Каждый шаббат то же самое. Но там есть особое наполнение, там есть встреча с царем царей, там есть с ним общение, там есть общение с друзьями, с семьей, пребывание в общине на служении, понимаете? И смотрите, вот через эти комнаты можно пролететь пулей. Пролететь, ничего не заметить, ничего не взять, ничего не получить, можно что-то потерять. Можно думать, что мы что-то приобретаем, на самом деле оно как песок сквозь пальцы просыпается, понимаете? И вот если мы действительно начнем рассматривать свою жизнь как движение из комнаты в комнату и с представлением о том, что Всевышний в каждой комнате, в каждом новом дне приготовил для каждого из нас что-то особенное, и мы встретимся утром с Ним, мы пообщаемся с Ним, мы узнаем от Него, что Он приготовил для нас на сегодня. Не на год, не на пять, не на двадцать лет, хотя бы на сегодня. Потому что вечность складывается из мгновений. Сегодняшнее мгновение, оно самое реальное. Вчера оно было, его уже не вернуть. Вот завтра, а будет ли оно завтра для меня здесь, понимаете? Но здесь и сейчас, это реальность, которую надо прожить вместе с Господом и принять от Него все то, что Он приготовил. И вот эта же цикличность заложена вот в еврейской традиции изучать недельные главы. На каждую неделю есть свой недельный раздел. На этой неделе мы читаем первый недельный раздел, который называется Берешит в начале. И я вам скажу, что, ну вот честно, у меня еще ни разу не получилось так, чтобы вот на каждой неделе прочитать вот каждую недельную главу. Вот сто процентов я ее прочитываю тогда, когда я комментирую. Ну вот это, как говорится, сам Бог велел. Стараюсь, но не всегда получается. Но при всем при этом, я вам скажу, что каждый раз, когда я читаю, а учитывая то, что я в Одессе уже 10 лет, и можно сказать, ну 9 из них точно, я служу вот в этом служении, комментарии Торы, я вам скажу, что за это время, при том, что глав много, получается очень часто, что Бог меня подводит к одной и той же главе в течение нескольких лет подряд. И каждый раз что-то интересное, что-то новое. И вот, ну, возникает вопрос, а зачем вот эта повторяемость, вот эта цикличность, как в дне сурка? Ну, вы помните, там очень интересная идея. Он сначала пытался реализовывать свои плотские желания. И когда это делается бесконечно, ты понимаешь, что, ну, собственно, а зачем тогда этим заниматься? Тогда он начал что-то новое искать в жизни, что-то испытывать. И у нас каждый день точно так же. Мы каждый день, когда делаем одни и те же вещи, если это какой-то грех, рано или поздно он нас настолько утомляет, даже если он вроде бы приносит удовольствие, что мы уже не знаем, как от него избавиться. Господь избавляет. То есть цикличность дана для того, чтобы оценить жизнь, которую нам подарил Господь, отфильтровать ее по наполненности, по качественности, чтобы мы поняли, что вот это мне не нужно, вот это время, ну, вот салфетка здесь лежит, да? Вот насколько она мне нужна по жизни? Нужна ли она вообще? То есть да, она нужна, но она нужна на время. Вот, собственно, тоже из бумаги. Но насколько она важнее салфетки? Понимаете? Материал тот же самый, а качество совершенно разное. И вот мы должны оценивать свою жизнь, наполненность своей жизни, день за днем, и отфильтровывать то, что нам вообще не нужно, то, что нам нужно на время, то, что нам нужно на длительное время, и то, что нам нужно навсегда. Мы должны оценить свою жизнь. Поэтому нам дано время, но время ограниченное. Значит, и вот эта вот цикличность, получается, что это не просто как по кругу мы ходим. Мы как по спирали, но постоянно поднимаемся вверх, и все ближе, ближе, ближе к Богу. Потому что, собственно, само слово «тшува», которое обычно переводится как «покаяние», оно также с иврита переводится как «разворот», «возврат» и «ответ». То есть, мы шли своими путями, Бог к нам обратился, мы развернулись лицом к Нему, мы направили свои движения, свой вектор жизни по отношению, по направлению к Нему. И на этом пути, «тшува» — это путь, это не просто акт единоразовый, это постоянный путь вопросов-ответов, это путь диалога с Богом, где мы получаем ответы до такой степени, что говорит, что настанет момент, когда вы меня уже ни о чем спрашивать не будете, потому что мы будем знать Его так, как Он знает нас. И вот я вам скажу, что вот эта вот цикличность, цикличность понарастающей, она заложена в изучении Торы, в изучении недельных глав, и мы в каждом году, в каждое новое прочтение получаем что-то новое именно на сегодняшний день, именно на этот момент жизни. И еще один интересный момент, для чего это, ну, какова цель всего этого, не просто оценить качество своей жизни, но смотрите, вот в нынешней недельной главе я просто это процитирую. Это книга Бытия, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествует над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. То есть, ну, я уже как-то говорил об этом, сегодня повторюсь, потому что в этом, собственно, цель всей этой цикличности. Бог говорит, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил, Мужчину и женщину. То есть, когда Бог заявляет о своих намерениях, Он говорит по образу и подобию. Когда Он это производит, по образу Божию, но слово подобие заменяется мужчиной и женщиной. Мужское и женское. И именно в соединении мужского и женского, а мужское и женское это настолько разное. Вот кто может сказать, что мужчина и женщина одинаковы? Мужчина и женщина настолько разные, что иногда даже не могут найти общий какой-то язык общения, хотя на самом деле это возможно. Так вот, соединение несоединимого, а вы знаете, что Бог и человек это настолько непохожие существа? По своей природе, по сути, по характеру. Так вот, именно в соединении мужского и женского, в соединении разных непохожих друг на друга и реализуется подобие Божие. Вот как Бог любит человечество, как муж должен любить свою жену, как Ишуа любит свою невесту, свою общину. То есть, вот через вот это соединение, казалось бы, несоединимых, разных, противоположных, вот таким образом мы реализуем подобие Богу. Образ Божий есть в каждом человеке. И смотрите, что Писание говорит, что смерть, убийство, это грех. Почему? Потому что в человеке образ Божий. Убийство бомжа, от которого отказалось общество, это грех? Заметьте, какое в нем подобие Богу? Подобие Богу нет, но образ есть, несмотря на то, в каком состоянии находится человек. Понимаете? А подобие – это то, что мы реализуем, когда исполняем заповеди Божии, когда живем по Его воле, когда действительно изливаем ту любовь, которая излилась в наши сердца Духом Святым. Вот именно через это, проходя вот эту вот цикличность, то есть изо дня в день, из года в год, а придет время, будем из века в век, из тысячелетия в тысячелетие не получится, потому что всего тысячу лет будем. Но именно таким образом мы проходим эту цикличность, реализуя Божий замысел, и таким образом уподобляемся Богу. Собственно, для этого Бог все и создал. Спасибо большое. Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год – это послание к евреям. 11 глава, первый стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания, в нашей вере, они будут приводить к большим переменам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!